Вынос административного района из центра как способ развития Владивостока, популяризация бренда города, повышение туристической привлекательности краевой столицы, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройства. Кандидаты в мэры сулили Владивостоку светлое будущее и представляли своё видение решения многих проблем. Болевые точки на профессиональном или интуитивном уровне угадали почти все. Однако в принципах работы администрации города, способах формирования бюджета и взаимодействий с региональным и федеральным уровнями разбираются единицы. Многие люди не питают иллюзий, что они с таким бэкграундом выскажутся, но они получают площадку, на которой, во-первых, пытаются как горожане донести собственное видение, оно всегда, вернее, оно очень часто по каким-то даже локальным вопросам, его нужно слышать и принимать во внимание. А с другой стороны, ну, это может быть подспорьем в карьерном росте, я здесь не вижу проблем. В конкурсной комиссии 8 человек, четверо – представители Думы города. Депутаты Виктор Облапов, Владимир Исаков, Геннадий Куликов, Виктор Фёдоров. Четверо – от губернатора Приморья, вице-губернатор по внутренней политике Антон Волошко, замдиректора департамента внутренней политики Сергей Батаев, начальник отдела правового департамента Виктор Киреев, депутат Краевого парламента Юрий Корсаков. Именно им предстоит выбрать тройку лидеров – опытных управленцев, крепких хозяйственников. Среди достойных кандидатов называют и Олега Гуменюка. За три месяца работы в городской администрации он успел познакомиться с насущными проблемами, часть даже решить. Его планы по развитию дальневосточной столицы наиболее реалистичны. Нам важно правильно продумывать градостроительную политику, концепцию развития транспортной системы в дорожной инфраструктуре, сохранить наши леса, создать условия для того, чтобы Владивосток стал максимально комфортным для инвенторов бизнеса, жилищного строительства, для молодежи и всех его жителей. Как это сделать? В декабре наш город получил статус столицы Дальнего Востока. Планируемый бюджет города на 2019 год составит около 20 миллиардов рублей. Это говорит о серьёзной поддержке города краевыми и федеральными структурами. Напомним, в конкурсную комиссию поступил 51 набор документов от желающих занять пост главы Владивостока. Проверку достоверности сведений прошли не все. К участию во втором этапе конкурса были допущены только 39 кандидатов. Окончательное решение о том, кто станет главой Дальневосточной столице будет принято 28 марта на заседании Городской думы.